Почти 600 жилых домов подтопило во время паводков в Западно-Казахстанской области. Треть из них находится в Бурлинском районе. В результате поднятия уровня воды в реке Чингерлау, большая вода пришла в пять населенных пунктов. Районная комиссия уже приступила к подсчетам нанесенного ущерба. К слову, единовременную помощь получили свыше 150 бурлинских семей. Этот дом в селе Ахсу Гуляй Хана Таулина получила три года назад по программе с дипломом в село. Во время паводка обрушилась пристройка. Женщина опасается за состояние своего жилья. Считает, жить здесь теперь небезопасно. Вышла из строя система отопления. Мы три года делали ремонт. Купили новую мебель и технику. Все пришло в негодность. Стены дома в трещинах. Приходила комиссия. Зафиксировали все повреждения. Ждем результатов обследования. Всего в селе подтопило 67 жилых домов. Пять из них полностью разрушены. Люди возвращаются в данное время. 15 домов, которые негодные дома для жилья. Они сейчас у друзей, у этих, в общежитии. У нас много семей. В Акстане многое, которые живут. От паводка пострадали и жители других сел Бурлинского района. Комиссия приступила к оценке ущерба. Специалисту предстоит выяснить, сколько домов теперь непригодно для жилья, а что еще можно восстановить. Обследовали уже 165 объектов. На сегодня от жителей Бурлинского района поступило 190 заявок. Сейчас специалисты комиссии готовят техническое заключение обследованных домов. Ранее все пострадавшие от паводка получили единовременную помощь. На общую сумму в 31 миллион тенге. В целом в регионе подтопило почти 600 домов. Ситуация с паводком в Западно-Казахстанской области остается напряженной. Основное внимание местных властей и спасателей сейчас сконцентрировано на реке Жаих. Согласно прогнозам, уровень воды в ней в ближайшее время может превысить критическую отметку.